Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я вам как-то уже рассказывал про засилие англичан в соседнем городишке. 53 процента населения составляют иностранцы, причем половина из них это бритиши. Так вот, в этом городишке есть небольшой британский магазинчик, по которому сразу видно, насколько большой вклад в культуру англичан внесли колонии. Индия всегда считалась жемчужиной, самой дорогой жемчужиной в короне колонии Британской империи. В этом магазине львиную долю товаров составляют индийские соусы, приправы, всякие там чатни. Я, давайте заскочив этот магазин за баночкой патоки, подумал, давненько не готовил карри, поэтому решил исправиться. Причем сразу скажу, я буду готовить карри не по индийским стандартам, а по привычкам по вкусовым англичан, причем даже не просто англичан, наверное, а англичан, которые достаточно долго уже живут здесь, в Испании. Но это не все. Вот уже эти англо-испаноязычные мотивы я сегодня настрою в соответствии со своими вкусами, со своими представлениями о том, как это должно быть вкусно, а как нет. Поэтому у всех умников с советами, что это не так надо готовить, а по-другому, отправляю в пешее путешествие. Я для себя готовлю, а не для вас. Я делаю так, чтобы было мне вкусно. А если вам интересно это, смотрите и повторяйте. Короче, предупреждение сделал, поехали. Да, готовлю сегодня сразу два блюда в карри. Это свиные ребрышки в этом соусе и картошка по бомбейским мотивам. Итак, понадобятся свиные ребрышки, лук, чеснок, картошка, понятно. Готовая смесь карри это для картошки, а для ребрышек лайм, имбирь, острый перец чили, сладкий сахар, корица, черный перец, кориандр, соевый соус, естественно, немножечко молока кокосового, ну и масло. А начну я с раскочегаривания угля. Собираю с ребрышки для начала запечь на углях до полуготовности. Обычно свинину сначала поджаривают, а потом уже доводят в соусе. Но я сегодня хочу получить предварительно запеченные на гриле, на угольках ребрышки. Мне кажется, это добавит классного вкуса в будущий соус. Так, с ребрышек надо снять пленку и нарезать порционно. И замариновать минут на 15 в соевом соусе. Больше не надо, этого хватит. Так, а подготовлю все остальное. Картошка молодая, поэтому чистить не буду. Если у вас картошка не молодая, то, конечно, лучше снять шкурку. Отлично! Кстати, уголь уже разгорелся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И картошку и ребрышки надо довести до полуготовности. Вернее, и так, картошку до полуготовности, а ребрышки только подрумянить слегка сверху. Короче, сейчас пока продолжу заниматься соусом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер! Паста для ребрышек у меня готова, а для картошки я использую готовую смесь пряностей из британского магазина. Состав ее в начале ролика уже написал. Можно самостоятельно собрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Половина лука и чеснока пойдет для картошки, а половина для ребрышек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отложу их пока в сторонку. Картошка еще варится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лук и чеснок надо немного зарумянить, а потом уже добавлять ароматную пасту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу пошел обалденный аромат. Вот теперь можно и ребрышки добавлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И кокосовое молоко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Картошку сниму с огня минут через 10, а вот ребрышком томится под крышкой еще час. Слушайте, такая жара, не ветерка, а температура в тени уже 36 градусов. И я весь просто таю, как снегурочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глупый чеснок для картошки тоже надо немного подрумянить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот в эту ароматную смесь лука и пряностей кладу полуготовый картофель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, обратили внимание, что масло для картошки я не пожалел. Это будет вот такая вот вкуснямба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Картошки хватит слега прогреться, обжарится минут 10, я думаю, после чего я закрою ее фольгой и уберу в относительно прохладную часть гриля, чтобы она доходила уже до полной готовности в этом ароматном пару под крышкой из фольги вместе с мясом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Осталось дождаться готовности свинины. Встретимся за столом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно пробовать. Сначала обязательно соусом полить вот этим замечательным. Смотрите, какой густющий. Сказка. Так, ну и начну я с мяса. Смотрите, какой кусочек. Вот это именно то, чего я добивался. Мясо подрумянинно на гриле, и при этом все пропитано этим соусом. Ой, пахнет совершенно чудовищно. Просто такой мощнейший аромат пряностей. О! Классно. Вот это, на мой вкус, совершенно обалденное сочетание. Сочетание вкуса грилерованных ребрышек и вот этого мощного аромата пряностей. Очень классно. Я должен еще один кусок утянуть, извините. Оно острое. Оно коричное. Оно с ароматом лайма. Это потрясающее мясо. О, так, ну и картошку. Картошку вот половинку этого кусманчика утащу. Вот этот вот. Ну-ка. Пахнет. Слушайте, отличнейшее сочетание. Извините. Такую картошку можно и отдельно есть, если предварительно вегетарианцам. Мясо можно отдельно от картошки есть, если предварительно мясоедам. Есть вроде какие-то диеты такие, я слышал, когда углеводов не едят. А можно, как я, все сразу есть. Это классно, это вкусно. И это очень и очень просто. Причем, я так думаю, что, если нет возможности готовить на гриле, то, наверное, ребрышки можно в духовке, если есть верхний гриль. Вот под верхний гриль мы приготовим. Конечно, аромата дымка вы не получите. Но вкусовое сочетание будет очень близкое. Ароматическое нет, конечно, будет отличаться. По вкусу будет очень близко. Так что попробуйте. А если уж у вас и гриль есть, то надо готовить на гриле однозначно. И этого соуса побольше сушить. Соус совершенно потрясающий. Потрясающий. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Напоминаю, подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо, пока. Как я хочу эту ванщу тянуть. Оно еще сваливается с костей. Сюда.